Здравствуйте! Буду делать презентацию на русском, хоть подготовлю все на английском языке, но если что-то будет непонятно, тогда Сергей, он будет все уточнить и объяснить лучше, как и все, как мы живем там в Эстонии. Меня зовут Пират Хирв, я по образованию медсестра, но я имею опыт тоже также в фарма-бизнесе. И да, последний год я работала в технопарке, но до этого я еще работала в Министерстве социальных дел, как эксперт инноваций и дигитализации здравоохранения. Так что и это красивый фильм, который там видно, это буквально мой дом. Так, Эстония – маленькая страна, вы, наверное, все знаете, мы недалеко от друг друга. Но что важно, может быть, это, что мы тратим деньги или инвестируем деньги на здравоохранение, это 6,4% от GDP, но это все-таки меньше, чем в Европе по-среднему. И life expectancy у нас тоже. Скажем так, что в течение последних 20 или 30 лет это повышалось очень много, но все равно мы меньше и ниже уровня Евросоюза. Так что есть еще на чем работать. Как мы живем в Эстонии? У нас есть некоторые очень такие принципы. Интернет – это социальные права для всех. Интернет – это социальные права. Такого не бывает, что у человека нет возможности войти онлайн. Такого не бывает в Эстонии. У каждого в Эстонии есть ID-карт. Это значит, что это маленькая карточка с номером, и у каждого есть свой ID-номер. И это, я потом расскажу точнее, но это один из очень важных факторов, как мы пользуемся этой системой. У нас почти все услуги можно пользоваться онлайн. Почти все услуги. Такого не бывает, что я должна общаться с городской правительством и войти туда, в офис. Я могу все делать онлайн. И главное, что у нас есть тоже культура такая, что мы доверяем этой системе. Они у нас были уже почти 30 лет. Действуют так, что мы доверяем этой системе. Единственное, что мы не можем делать онлайн, это, как это, getting married. Жениться нельзя. Надо все-таки хоть раз в жизни видеть своего будущего супруга. Ну, хоть раз. И это не поэтому, что это технически невозможно, но это очень важный момент в жизни человека, так что мы хотим быть 100% уверены, что человек знает, что он делает или она. И поэтому это надо делать, пойти туда в Сакси и делать все по-старому. А все остальное можно делать онлайн. Так, я из бизнеса, поэтому маленькие факты from business, бизнес-то тоже. И тут важно, что каждый может составлять свою фирму в течение 20 минут. И это тоже онлайн. Польше ничего не надо. И у нас есть программа A-Residency. Пожалуйста, Google и посмотрите, что это такая. И эта программа, и каждый может стать и резидентом в Эстонии. Так, не будем об этом. Потому что на русском языке будет медленная презентация, поэтому... Так, пару слов про здравоохранение. Каждый человек в Эстонии имеет digital health record. Так что у каждого есть данные здоровья в системе. Это другое дело. Какая там информация, если человек здоровый, там ничего нет. Это просто пустое место. Но у каждого есть такое место, где можно сохранять все данные здоровья. Например, у нас есть онлайн рецепт, или как это, digital prescription. Это значит, что каждый человек может войти в любую аптеку, только иметь с собой эту ID-карточку, и может купить свои эти рецептные лекарства. И эта вся информация сохраняется в системе. Что у нас еще происходит в Эстонии? У нас идет сейчас personalized medicine программа такая, персональной медицины. И мы собираем образцы крови, и посмотрим, какие у человека гены. И там в будущем мы заденяем эту информацию, что мы можем видеть в геноме, и заденяем эту информацию, что у нас есть в системе. Значит, история, медицинская история человека. Спасибо, Сергей. Так, этот кружок, там у нас спойнта нет. Там видно все эти большинство, такие большие... Лазер, вот. Указатель. Окей. Все большие такие услуги, которые возможно пользоваться в системе. Вся история началась в 1995 году, когда первая такая онлайн-услуга была Collecting Health Services Reimbursement Invoices. Значит, что все доктора, кто хотели, чтобы наша страховка компенсировала их инвойсы, это можно было делать онлайн. И там очень быстро это все получилось, поэтому доктора понимали, что если они посылают свои эти счеты на бумаге, это берется там месяц или больше, а если делать все онлайн, это получается за три дня они получают свои деньги от страховки. Так что все этот кружок... Видно, что мы начали довольно медленно, там каждая новая услуга через пять лет появилась. А сейчас уже у нас каждый год новые услуги. И сейчас последняя такая новая, это онлайн-бранировка, где человек может забронировать время и пойти к доктору. Но у нас есть такая центральная система, так что... Регистратура, да, это слово, да. Это центральная регистратура, и онлайн можно забронировать время и пойти к доктору. Любую можно пойти, если есть это направление. Да, спасибо. Что у нас, может быть, интересные такие услуги и consultation services, вот здесь, вот здесь, это коммуникация между семейными врачами и специалистами. И в этом, да, и Сергей будет подробнее рассказать об этом, но это такая, скажем, маленькая революция пошла, поэтому что можно консультировать без пациента. И доктор и семейные врачи могут консультировать между собой. Инфосистема здоровья, где все наши данные, это было основано в 2008 году, так что это уже 11 лет тому назад. И в этой системе мы сохраняем все данные пациентов, и в том числе и здоровых людей, но это значит, что у них там ничего нет. Так что это можно все потом уточнить, и если возникают вопросы, какие у нас есть услуги, тогда я могу подробнее рассказать. Да, вот тут видно, что есть у нас и где-то должно быть, не могу найти сейчас, но мы начали с Финландии, мы начали и онлайн-презкрипшен между Финландией и Эстонией, так что финны, они могут пойти к нам, пойти там в аптеку и купить свои эти лекарства. И тут это покажет, что в начале года, с начала года где-то 3000 таких случаев, где финский человек пришел к нам и купил свои эти лекарства у нас. Это еще, что я рассказала, что у нас в будущем будет. Это тогда, если мы заединяем эту информационную систему и эту информацию, которую мы можем найти в геноме, тогда доктора получают такой тысячный суппорт-систем, где система будет рассказать или сказать, что и как надо делать пациенту, и особенно, что зависит от этих геномных данных. Так, я сказала, что у нас есть один секрет. Это наша ИД-карточка. И у меня здесь в кармане тоже есть кусок пластика просто. И каждый человек имеет эту ИД-карточку. И это закон так говорит, что без этого никак нельзя. И что эта ИД-карточка нам дает? Тут есть два такого... Два такого леера. Один есть идентифицировать человека. Так что, если я пойду в систему с этой карточкой, тогда я идентифицирую себя. Но есть и другая задача у этой карточки. Это авторизация человека. Какой есть у меня роль в этой системе? Идентифицированное это нам дает государство, и авторизация это дает, ну, любое там мероприятие, там, может быть, там, семейный врач, или там офис, или банк, или авторизацию мы получаем оттуда. Что мы делаем в системе с этой карточкой? Но важно понимать это, что это ИД-номер, и это ИД-карточка, это единственный для всех услуг в Эстонии. Любой. Или это здравоохранение, или это образование, или это как мы работаем с банками. Все это одна карточка и один номер. Так что, в принципе, можно делать и интегрировать все разные услуги, посмотреть, какой есть у человека социальный бэкграунд, и какие данные здоровья, и заединять эти, и делать такой обзор, как человек живет. Что и другое у нас такое интересное и важное, это наша архитектура всех услуг в Эстонии. Мы называем этот X-Route, и это, в принципе, это такой Data Exchange Layer. Это трубочка, где все данные так поменяются. И это очень, как вам сказать, там включено туда около 2600 разных услуг. В году это делает 90 миллионов, 900 миллионов разных transactions в году. Это покажет вам, как эта система очень быстро работает. 500 публичных или государственных разных организаций включено туда. И что это важно, мы можем сохранять в один код 1700-1400 лет. В первом году мы сохраняем 1407 лет. В первом году 1407 лет. Да, это так и получается, что это время, которое мы сохраняем, это можно сравнивать, как будто мы жили еще 1400 лет. Так что это покажет, как эта система сохраняет для нас ресурсы. Это тоже покажет, как эта система работает в сфере здравоохранения и сколько у нас есть разных данных там в системе. Эта графика тут покажет, что когда мы начали с системой, тогда главное, что мы делали, только это мы сохраняли данные там в системе. Но сейчас уже графика покажет, что появились услуги, и доктора, и пациенты, мы пользуемся системой для разных услуг тоже. И один из таких услуг, я думаю, что Сергей будет поточнение говорить об этом. У нас есть очень такие ясные, и мы все знаем, какие у нас есть принципы в этой системе. Это очень важно. Это once only принципы. Это значит, что если государство уже знает, какие-то данные про тебя, они не имеют права спрашивать это еще повторно. Так что если у меня в системе есть мой адрес уже, никто никогда не будет больше спрашивать, где я живу. Digital by default. Это значит, что цифровые системы везде и всегда. Но если человек не имеет почему-то или не хочет пользоваться такими системами, тогда, конечно, такие старые аналог-системы или услуги тоже. И мы никого не отлучаем от системы, только поэтому, что он не пользуетесь компьютером. Open Internet, transport design. Что важно, в наших системах можно следовать, кто смотрел мои данные в системе. Так что я могу войти в свою историю медицинских данных, и я могу видеть, кто и когда и зачем смотрел мои медицинские данные. И это в любом случае. Даже если полиция входит в мои персональные данные, полиция не видит мои медицинские данные. Если полиция входит в мои персональные данные, я могу видеть, что, может быть, я слишком быстро ездила, они смотрят, кто эта женщина там так гонит. И я могу видеть это потом, что они контролировали мои данные. И это очень важный аспект, потому что это делает систему такой транспарент, и очень можно, и поэтому люди доверяют систему. Так. У нас есть три этих таких факторов. Один я рассказал вам, что это confidentiality, это наш ID card, и тогда, что наш X-Route делает это возможным, и интегрити. Мы пользуемся блокчейн в наших системах, и это покажет нам и помогает нам делать эту систему secure, запасным. Так. Что это дает нам? У нас есть бюрократия, конечно, в Эстонии тоже, но это уменьшает. Мы не видим этих услуг, которые мы пользуем. Мы просто пользуем эти услуги. Это позволяет нам делать услуги и международными. Это уже про artificial intelligence, что тоже у нас, я бы сказала, что у нас в системах еще не пользуют такие услуги, которые позируют на artificial intelligence, но скажем так, что государство думает, что в 2020 году уже у нас больше, чем 50 разных use cases уже есть. Так что посмотрим, что будет в следующем году. Да, какие уроки мы изучали в течение этих 25-30 лет. Это все надо делать очень коротко и просто. Не надо строить такие системы, мы делали эту ошибку и до сих пор мы должны платить за это. Что никогда невозможно строить такую систему, что сначала до конца делаем все до конца и тогда будем пользоваться в эту систему. Так это не работает. Надо делать систему с маленькими кусками и интегрировать следующий кусок в большую систему и тогда это идет быстрее и меньше ошибок. Transparency works. Да, всем надо делать это все очень ясным и, как я рассказала, что мы способны видеть, кто смотрит наши данные, поэтому мы доверяем систему. Share platforms make your quicker, надо опять интегрировать, надо иметь государственные стандарты, чтобы все работало. Очень важно делать такие продукты, что докторам могли бы пользоваться, это сервис дизайн, это очень важно. И надо смело мечтать, поэтому я думаю, что в 95-м году, когда мы начали с этим, мы не имели никакого понятия, как это все будет, но получилось, что неплохо. Technology or money is not a solution, что важно, это политический такой лидершип, это очень важно, и это у нас в Эстонии имеется. Это digitalization, это просто или шифровые услуги, это просто как tool, инструмент. На самом деле, мы все-таки решаем проблемы жизни, и может быть, там не всегда надо делать шифровые услуги, может быть, там иногда бывает, что другой ответ есть на вопросы. Так что да, это все было на русском языке. Линь. У нас идет трансляция онлайн, между прочим, у нас тоже все-таки цифровизация идет, все, что вы говорите, видят через интернет, и достаточно много людей пишут уже какие-то вопросы. Если успеем, все обсудим. А можно еще раз вернуться к слайду? Типа медицинских документов вы быстро пролистнули так. Посмотрим. Где это, где это, где это, где это. Это было где-то в средине. Это наверное, да? А это все документы или еще есть какие-то виды? Вот эта левая колонка. Это я думаю, что это большинство там есть еще и каждый день появятся новые документы тоже. Так что эти самые такие польши, которые мы пользуем. Так что и тут надо сказать, что мы начали с этой 10 больше, чем лет тому назад. Качество в этих документах не такое, как мы сейчас требуем. Так что старые документы это мы считаем такой маленький лекаси. Так что надо бороться с качеством очень. Но это в принципе есть у нас чуть больше документов, но это в принципе то, что мы через нашу центральную организацию обработаем. Понятно. А как с качеством боретесь? Там есть сейчас у нас уже есть разные фильтры, так что если там бывают некачественные данные, тогда уже не впускают систему. и это по закону докторы они должны загружать данные туда. И бывает, что иногда не все доктора делают это аккуратно, но это тоже улучшается. В больницах это уже почти 100% и семейные доктора там большинство там 80 или 100%. Так что можно я тоже задам вопрос. Вот в названии вашего доклада написано, что есть перспективы, исходя из названия, там значатся перспективы. Какие бы вы перспективы, кроме тех, что есть в презентации, еще мечты, планы, какие еще улучшения планируются? Ну конечно, я очень коротко сказала, что это artificial intelligence, это один такой искусственный интеллект, это такой очень важный фактор и новая технология. Я очень надеюсь, что это будет помогать наших докторов и уменьшить ресурсы, которые мы пользуем, и это главный ресурс, если я думаю, это время, чтобы уменьшить и делать качество лучше. Я чуть скептически смотрю на это, что в будущем может быть там какие-то роботы будут общаться с пациентами, поэтому у нас есть образец такой очень простой. Есть такая система у наших медсестров, что система говорит медсестру, что надо делать, какой следующий степь, который они должны делать в процедурах. Эта система очень хорошо работает там, где интенсив кейр, интенсивная помощь, но это совсем плохо работает там, где старые люди, они хотят общаться с медсестрой, и они смотрят на медсестру так, что совсем ушла куда-то, потому что говорит только в эту систему и со мной не общается. Я спрашиваю, она ответит мне чек, что это такое. Так что я думаю, что это медленно идет, и я даже не знаю, это так важно или нет, может быть, это важно, но в ближайшем будущее я думаю, что искусственный интеллект это один такой важный фактор. И моя мечта видеть хоть одну действующую услугу в Эстонии, пока у нас еще такого нет. Коллеги, вопросы еще? Тогда можно мне вопрос? Пирот, вы рассказали потрясающую историю, это очень интересно, спасибо большое. Но это же все-таки люди организовали, была какая-то определенная структура в больницах, это были какие-то специальные подразделения созданы в каждой больнице по цифровизации, как это было именно по созданию структуры, по реализации этого проекта в жизнь? Потому что с 95-го года это действительно большой путь, это больше 20 лет. Видимо, но я фантазирую, если так, то хорошо, если правильно фантазить. То есть была какая-то больница, было создано какое-то подразделение специально по цифровизации, и сколько людей, например, в средней поликлинике работают и занимаются именно цифровизацией и обеспечением этой вашей информационной системы? Я думаю, что в больших больницах много людей работают с этим. И надо иметь в виду, что цифровые системы, они не дешевые, но это польза в другом, там, что мы действительно делаем услугу более качественным и доступным для всех. Но я думаю, что семейные врачи, Сергей, если я ошибаюсь, тогда у них нет таких, там может быть какой-то ИТ, мальчик бегает туда-сюда в раз в неделю, но у них нет таких специальных отделений, чтобы делать эти цифровые системы. Это государство тогда делает все эти государственные стандарты, делает эти системы для семейных врачов, и они могут просто включить свою практику, практику туда в систему, но в больших больницах там есть действительно очень огромное, много людей, кто работает с этим. Так что это требует ресурсов, конечно, но тут надо иметь в виду, что очень главная роль в государстве, надо иметь такой политический лидерсип, надо иметь эти государственные стандарты. Это все процедуры надо описать очень ясно для всех, чтобы мы все поняли, где мы можем какую игру играть. И тогда, если эта рама есть, тогда уже в рамках этого сотрудничества каждый делает свое. Поэтому что у нас все больницы, они же отдельные большие компании, организации, так что нет такого, что государство говорит, что вот так и так и так надо делать. Нет, они все самостоятельные, у всех есть свои бюджеты, но государство просто говорит, какие у нас государственные стандарты, какие правила, и каждое дело свое дело тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.